У меня есть 15 минут, чтобы рассказать про конференцию, которая шла неделю с воскресенья по воскресенье в начале декабря. Но мы сейчас попробуем что-нибудь интересное сообразить. Еще раз всем привет, спасибо вам большое, что пришли. Давайте сразу же пойдем вперед. Я хочу рассказать вам про конференцию, которая была в Монреале. И первое впечатление об этой конференции было вот такое. Это фотографии закона гостиницы километра от места, где была конференция, прям в центре Монреале. И, конечно, большинство коллег посчитало, что мы никуда не летали, а на самом деле съездили в спальню района Санкт-Петербурга и там тусовались. И самое прикольное, что если вы зазумите сюда, то вы видите церковь среди многоэтажек. То есть это вообще практически максимально похоже на российский город стандартный. На самом деле это Монреаль, это столица искусственного интеллекта, где есть Google AI, где есть Facebook AI, где есть Mila, где есть Mogil University. В общем, там достаточно круто. И там был НИПС в этом году. Что вообще в НИПСе самое классное? Есть три вещи. Первая вещь это нетворкинг, потому что в принципе все приезжают, кому это интересно. Вторая вещь это воркшопы. Про воркшопы я отдельно сейчас расскажу. И третья вещь это, собственно, сами статьи. Статьи выглядят в формате, когда люди рассказывают про них коротко. И вечером можно с ними пообщаться около постеров. Это самое интересное. И вот мы как раз потратим 6 минут на одно, 6 минут на другое. Смотрите дальше. Самое важное, что я забыл. Два дня на конференции проходит... Нет, на самом деле каждый день на конференции проходит кейнот. Это когда кто-то из обычно очень таких знаменитых исследователей рассказывает про какую-то область. И вот я очень хочу вам порекомендовать вот этот доклад. Это вообще Жаэль, она очень крутая. Мы с Альентином ее фан-клуб. Она возглавляет Facebook Я-ресерч в Монреале как раз. И она рассказывала про то, как она критиковала текущий рефорсмент лернинг. Я надеюсь, что мы еще это обсудим дальше. И сам по себе доклад очень прикольный. И она рассказала про очень классную идею, которая решает такую достаточно важную задачу. Если вы знаете, что про рефорсмент лернинг, там на самом деле тестируют алгоритм на трене. Потому что у вас та же самая игра, в которую вы играете. И вы проверяете, что ваша стратегия работает ровно на той же самой игре, на которой вы учили. И вот она предлагает ее лабораторию. Они предложили просто взять, вот здесь можно посмотреть, breakout. И на фон наложить себе ютубное видео. То есть вы можете играть в него, и при этом на фоне будет какие-то ДТП, там всякие такие веселые странные видео. Это очень сильно усложняет игру. И на самом деле это делает алгоритм такой более робастным. Вот это очень прикольно подходит. Это только один из таких хайлайтов. Рекомендую. Здесь вот есть ссылка. Можно полностью посмотреть ее доклад. И вообще следить за тем, что она делает. Пойдем дальше. И еще я забыл, конечно. На New Rips, сейчас она так называется, конференция. Первые два дня проходят туториалы. Это такие многочасовые лекции про какую-то область. И вот в этом году, помимо того, что был очень интересный туториал по Unsupervised Learning, был туториал по Dresarial Machine Learning. И я бы сказал, что это вообще туториал такой эталонный. Потому что мало того, что он суперинтересный, те, кто его делал, они приготовили еще сайт, на котором вы можете посмотреть. Здесь, в принципе, есть все полное введение в тему. Поэтому рекомендую посмотреть. Здесь область очень интересная и очень развивается. Вообще говоря, на Nipsey было несколько таких очень крупных тем. Вот Dresarial одна из них. Вторая это там privacy. И третья всякие разные теоретические штуки, про которых мы тоже сегодня коротко коснемся. Вот. Чем крутые воркшопы? Главное в воркшопах тем, что они... Подача на воркшоп, она заканчивается где-то в конце октября. В то время, как на конференцию можно попасть, когда ты до, по-моему, мая дедлайн, и в начале сентября более-менее понятно, что твою статью примут у нее. Поэтому на воркшопы попадают очень свежие статьи. И среди них можно нанести что-то суперинтересное. Помимо того, что воркшопы еще и очень специфичные. Вот я сейчас здесь вывел. Воркшопов было 70, и каждый из этих воркшопов – это однодневный воркшоп. То есть выбрать что-то одно, куда можно пойти, вообще невозможно. Хочется ходить примерно везде. И, например, вот я сейчас выберу какие-нибудь... То есть здесь есть, например, воркшоп по машинам обучения на телефоне. И вот можно целый день этому посвятить, туда приезжают те люди, которые реально этим занимаются. Туда будет Амазон, который будет рассказывать про то, как они на лекции делают этот воркопорт и так далее. То суперинтересно. Я выбрал несколько воркшопов, про них сейчас тоже расскажу. И на самом деле воркшоп в этом году – это способ получить билет на Nibs, потому что попасть туда сложно. Считается, что Nibs – это новый Burning Man, билеты заканчиваются быстро. И вот в этом году можно было попасть, продать статью, и вам как бы дают билет. Ну, точнее, среди вас, среди тех, кто попал на воркшоп, просто нет билета, и уже среди остальных. Поэтому, возможно, в следующем году будет еще сложнее, и, возможно, будет единственный способ вообще попасть на конференцию. И благодаря этому на воркшопах в этом году были все крупные компании. Обычно воркоп считается такой чуть более light. В некоторых воркшопах были все. Пойдем дальше. Это те воркшопы, на которых я был. Они более-менее отражают то, что нам интересно. И сейчас мы немножко про них поговорим. Давайте посмотрим первую статью. Она очень крутая и очень простая. Это из воркшопа про creativity and machine learning. И ребята сделали следующее. Они сказали, давайте мы выйдем на улицу, возьмем палки и соберем из них робота. И вот тут есть процесс, когда они это все дело сканируют и, соответственно, учат его ходить. И очень крутая идея, что тут еще в конце вот уже цитата, что они выбрали полиси работы этого объекта. Не просто по эффективности, а еще и из эстетического значимости. Это достаточно прикольно. Вот такая вот статья. Ну и она из Японии. Так, в общем, ожидаемо. Вот, дальше еще очень классный воркшоп. Я не знаю, насколько это известная тема. Потому что Microsoft достаточно давно зарелизил эту игру. Они сделали environment для текстовых игр. Вы можете сами делать свои текстовые игры и писать агентов, которые будут в это играть. И вот, в частности, на этом воркшопе, мало того, что они рассказывали примерно, что можно там сделать интересного, они заанонсировали контест, когда вам нужно написать своего агента, который должен по рецепту сделать, собственно, блюдо. Ему нужно в городе найти там посуду, там возникают какие-то проблемы, environment меняется. Вот, прикольно. То есть тоже всем рекомендую. Нам это интересно, потому что, на мой взгляд, способ, ну, мало того, чтобы понять, как вообще все работает, как агенты взаимодействуют между собой, там, через язык. Так, в общем, это прикольный способ подружить с NLP и обучение с подкреплением. Вот, это тоже был аддонимный воркшоп, на который, кстати, достаточно мало людей пришло. Такая достаточно узкая тема. Вот. Дальше был суперский воркшоп по conversational machine learning. Здесь я хотел вот про такую статью рассказать. Мы, на самом деле, достаточно давно ее нашли. А вот мы тоже обсуждали, что там ребята уже думали о таких идеях. И тут идея очень простая, что давайте мы будем общаться, писать бота, который с вами будет как бы разговаривать. При этом у него будет возможность заглядывать в Википедию и дополнять диалог с вами фактами всякими разными. Там очень классная архитектура, там называется memory transformer. И тут очень классно, на самом деле, тут виден пример, что вот вы общаетесь с ботом, он что-то там говорит, вы что-то, ну, вы обсуждаете душ, и потом он, вот, из Википедии. А, между прочим, древние греки были первыми, кто там принимал душ. Выглядит достаточно прикольно. Вот. И мы были уверены, что это Facebook, ну, когда была анонимная ревью, и так и оказалось, в общем, это ребята из Facebook. Классная статья, очень рекомендую. Дальше. Были ребята из Uber на том же самом воркшопе. Они сделали достаточно капитанскую статью, но она очень прикольная. Они умеют моделировать вежливые вопросы. Пользователь, когда регистрируется в программе, когда он водитель, он общается с Uber, Uber его лендят в какие-то там действия, чтобы он зарегистрировался, чтобы он принял первые заказы. Вот. И Uber выяснил, что если он вежливо общается с пользователем, с таксистом, то таксист лучше реагирует. В общем, достаточно очевидно. Может быть, им это не очень было очевидно, но здесь они прикольно моделируют, собственно, эту вежливость в тексте. Вот. Тоже интересная статья, тоже из воркшопа. Если честно, я уже забыл из-за какого. Но здесь решили, я просто хочу показать, это как вот ход воркшопов. Стати максимально разные. Здесь сделали не дистилляцию модели, не уменьшение модели. Они решили пойти по другому пути, и они уменьшили датасеты, из которых можно обучить модель, которая будет предсказывать числа или объекты какие-то. И вот тут можно посмотреть, что вот этих вот, сколько здесь получается, 20 изображений хватит на то, чтобы полностью восстановить из-за случайных весов до вот такого качества test accuracy. При том, что изначально у нас было 50 тысяч изображений. Мне кажется, это достаточно прикольная идея. Хотя их не взяли на ICLR и написали им, что это непрактично. Но очень интересно. Вот. Вернемся к конференции. На конференции, очевидно, сильно меньше статей. Но они все очень классные. И чтобы их всех, про них рассказать, завело бы, не знаю, две недели, наверное. Значит, выглядит это так. Утром, соответственно, они про это рассказывают. И вечером все на постерах про это более-менее подробно рассказывают. Самое крутое, если честно, я когда первый раз поехал, мне казалось, что, ну, как бы я стеснялся подходить к людям. Но выяснилось, что это совершенно нормально подойти к кому-нибудь исследователю с DeepMind и сказать им, а ты не можешь мне, я вообще не понимаю, что здесь происходит, расскажи мне, как бы, за минуту, в чем фишка. И он прямо возьмет, с большим удовольствием тебе расскажет. Ну, тут достаточно известная картинка. Здесь вот ты можешь что-то рассказывать, и сзади придет Хинтон и посмотрит на твои слайды. Вот, это круто. Какие интересные статьи. Это такой очень рандомный выбор, просто чтобы показать, как бы, diversity идей. Это статья из Google Brain. Они сделали следующее. Все знают про то, что можно перехитрить детекторы, да, можно сделать такие изображения, которые превратят там этого устрицу в храм и так далее. Так вот, они выяснили, что и человека можно тоже перехитрить ровно теми же самыми методами, если ему очень коротко показывать эти изображения. Вот, и они вот действительно показывают, и здесь можно посмотреть, человек вот здесь вот, он ошибается. То есть они видят, что он начинает ошибаться больше, если ему показывать вот эти вот отверзали примеры. Вот, это прикольно. И, на самом деле, в этой статье очень классно описывается, почему текущие модели детекторов, они похожи на то, как работает мозг, с некоторыми, понятно, поправками. Пойдем дальше. Тоже очень классная статья. Тут, на самом деле, видно, что мне конкретно интересно. Они делают следующее. Они предполагают, что люди, когда обучают изображения, детекторы, они могут скрапить всякие разные данные из интернета. И мы, на самом деле, можем подложить им такую ядовитую лягушку, предполагая, что мы заскрапим эти данные, мы их отлэбелим правильно. То есть здесь называется clean label attack, то здесь лэбелинг правильный, никто с ним ничего не делает. Но при этом из-за того, что они подложили нам такую специальным образом подготовленную картинку, другая картинка специфичная станет классизацией неправильной. И идея следующая, что если бы это, ну, конечно, это тут игрушечный пример, но, например, если бы это было распознавание лиц, они бы могли, например, сделать так, чтобы, например, я конституировался как какой-то другой человек. Это достаточно прикольно, и концепция, я не сталкивался с таким раньше. Это хорошо работает. Пойдем дальше. Тоже интересная статья. Мы работаем с языком, и очевидно, что у нас очень тяжелые модельки. Здесь предлагается способ упростить и уменьшить модель для языка. Вот они делают следующим образом. Они экспериментируют с матрицей беддингов. Они просто раскладывают ее, здесь они сортируют по фриквенсе, делают блоки, и там дальше это дело, ну, рефанят. Получается прикольно, и, по-моему, чуть ли не в 4 раза они таким образом скачают модель, что достаточно заметно, особенно, когда это большая нагрузка. Пойдем дальше. Вообще, unsupervised – это будущее. И мне кажется, что тот, кто сделает все алгоритмы, там, от супервайст-перевод на супервайст-суммализацию, это тот, чем мы очень сильно интересуемся. Есть очень классный анастасия, который говорит, давайте сделаем, посмотрите, вот у нас есть датасет. На самом деле не очень понятно, сколько здесь кластеров. Здесь как бы их три или типа их два. А что, если у нас был бы репозиторик уже подготовленных кластеров, супервайст? Если у нас он есть, то давайте обучимся, глядя сюда, выбирать правильное разбиение для нашей задачи, где у нас нет разбиения. Вот, такой нехитрый подход, и он достаточно прикольно работает. Вот, можно посмотреть в этой статье. Пойдем еще дальше. Вот, это очень… Я не знаю почему, но до NIPSA, конкретно до декабря, я про эту статью ничего не слышал. Это, на самом деле, альтернативный подход к Transfer Learning, когда для фич, для токенов обучается не какая-то фича, а обучается именно зависимость между фичами, зависимость между словами, зависимость между пикселями и так далее. Отчасти это похоже на self-attention, но там чуть-чуть по-другому, там он учится как бы чуть-чуть отдельно. Вот, работает хорошо. И вот тоже всем рекомендую посмотреть, к сожалению, коротко это не рассказать, но это прям классная статья и очень интересная. Пойдем дальше. Да, это специально оставлено так. Вот, на самом деле, статей… То есть, изначально я вложил сюда, наверное, статьи 20, выкинул из них десяток, просто потому что я не смогу за 30 секунд хотя бы примерно сказать, о чем они есть. Рекомендую просто посмотреть. Сейчас в течение месяца начнут появляться разные обзоры. Я думаю, что мы тоже выложим свой именно как бы письменный обзор, где будет более-менее подробно разобрана статья. Я думаю, что это будет в январе, потому что это занимает очень много времени. Вот, в общем, смотрите сами. Здесь, к сожалению, никто подробно про это не расскажет, просто потому что нет времени. Вот, по поводу нетворкинга, что я хотел сказать. Это, конечно, очень важная тема. В частности, что мне понравилось. Я познакомился с парнем, который работает в Unity. И он рассказал, что DeepMind спустя 4 года разработки своего движка поняла, что лучше доверить движок физически профессионалам. Вот, и поэтому Unity с ними осенью запартнерился, я тоже про это не слышал. И вот, в частности, делает Unity, такой игровой движок, делает всякие разные прикольные штуки. В частности, здесь они, вот, это как бы, ну, это робот фактически, который обучен. Ему там, у него reward, ему бросают палку, и он пытается его максимизировать, добегая до этой палки и возвращаясь. И это еще вертится на телефоне. Это прикольно. Вот он рассказал и показал, как это работает. Ну, достаточно круто. Не познакомился. Может быть, и узнал бы, но когда-нибудь потом. Вот, и подытожив, что я хочу сказать, ну, главный вывод, что нужно получать канадскую визу, потому что New Rips будет в ближайшие 2 года в Канаде. Вот. И чтобы всех подбодрить, удается фотография премьер-министра на фоне конусов дорожных. Почему-то так это выглядит. Вот, спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМИТСКИЙ КАБАЛЕЙТЕ АПЛОДИСМЕНТОРТА